Спасибо. 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 Так, не могу я войти. Демонстрация экрана. Не, я свернула экран, и теперь мне не развернуть почему-то сейчас. Ага, сейчас, вот, сейчас презентация, демонстрация экрана. Сейчас мы найдем мой. Получается? Так, я не могу найти минуту. Получалось, у меня пока вы не сделали себя на полной. Вы можете себя свернуть? Нет, я ничего не делаю, я ничего не сделаю. У нас администратор поможет мне. Да, Поля, подскажите, пожалуйста. Подскажите мне, пожалуйста. Там снизу демонстрация экрана. Это я поняла, да. Теперь как мне найти свою презентацию на рабочем столе? Там окошечки есть, по-моему, крайняя левая. Щелкните, у вас начнет показывать полностью ваш стол. У вас свернутая PowerPoint. Вот. Минуту я вижу, и сейчас мне надо просто... Вы закрыли, судя по всему, наверное, потому и не увидели. Сейчас я ее найду, 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 найду очень быстро. Так, сейчас одну минуту. Как мне теперь подвинуть этот экран? Сейчас... Так. Вот она у меня. Открывается. Отлично. Давайте. Очень долго открывается. Вот. Угу. Сделайте вам весь экран и вот показ слайдов. Татьяна, если выступающим удобнее, может так оставить? Ну, все равно. Если вам удобно, я могу оставить так. Ну, смотрите, делайте, как вам удобнее, но я все-таки предлагаю уже начать ваш рассказ. Да, я начинаю. В принципе, нам все видно. Да, нам все видно. Так, меня зовут Любовь. Я представляю Сиверскую автономную некоммерческую организацию развития социальных программ «Планета добра». Располагаемся мы на территории Гатчинского района Ленинградской области и работаем преимущественно в сельской местности. Вот о нашем опыте работы, потому что таких организаций, я знаю, в Ленинградской области практически нет. Мы единственная такая сильная организация, которая работает уже 7 лет 2013 года. И, значит, хочу поделиться с вами вот нашим опытом. Значит, основные виды деятельности нашей организации видно на экране. Я коротко скажу, что это просветительская программа «Школа третьего возраста». Она в основном объединяет активных пожилых людей, организует их досуг и какое-то просвещение, да, неформальное образование, так скажем, по требованию наших участников. Второй большой вид деятельности – это программа «Место встречи. Диалог», которая поддерживается фондом «Память и ответственность в будущее» немецким. Да, это помощь пострадавшим во время Великой Отечественной войны. Таких участников мы находим, расскажу как попозже, и помогаем им как бы во всем, значит, привлекая в том числе и волонтеров. Ну, сохранение защиты собобытности культуры языков – это как бы тоже по просьбе участников, это группа, значит, деятельность пожилых людей, как бы восстановление старинных видов творчества, песен народных, ну и так далее. Я тоже расскажу попозже. Ну, патриотическое воспитание молодежи – это тоже для пожилого поколения очень важная тема. Мы проводим много мероприятий в этом направлении. Ну и социальный туризм – это поддержка пожилых людей и, опять же, неформальное образование в смысле краеведения. Мы привлекаем, тоже об этом будем сегодня много говорить, для нашей деятельности привлекаем партнеров. Вот здесь указаны основные партнеры нашего, нашей организации. Это, конечно же, администрация нашего северского городского поселения, которое нам много помогает. Совет ветеранов, здесь я написала Гатчинского района, но вообще Совет ветеранов как составил Гатчинского района Совет ветеранов сельских поселений. Северский кинокультурный центр «Юбилейный» мы привлекаем. Это наше большое учреждение культуры, которое тоже сильно нам помогает. Ну и когда мы делаем проекты по нашей области, это партнеры во всех районах Ленинградской области. Это некоммерческие организации, с которыми мы сотрудничаем. Ну, ресурсы наши, был такой вопрос. Понятно, что у некоммерческой организации ограниченные ресурсы, но мы стараемся привлекать сюда все возможные, так скажем, ресурсы. Основные это кадровый состав, ресурсы администрации, в том числе ресурсы юбилейного и команда волонтеров, конечно же, нам сильно помогает в нашей деятельности. Ну вот, теперь немножечко поподробнее о том, какие основные виды деятельности я назвала и как мы их развиваем. Ну вот, то, с чего мы начали нашу деятельность, собственно, деятельность нашей организации. Мы начали вообще университет, вот школа третьего возраста, или как сейчас модно говорить, университет третьего возраста, значит, как одно из подразделений Центра социального обслуживания Гатчинского района. Мы начали развиваться. В 2011 году мы открылись, и к 2013 году у нас появилось желание создать свою некоммерческую организацию. Мы ее создали для привлечения дополнительных каких-то ресурсов, о которых мы уже говорили. Сейчас еще больше будем говорить об этом, какие ресурсы дополнительно мы привлекаем, как некоммерческая организация. Ну вот, неформальное образование, о котором я говорила, да, это просветительские курсы, которые, значит, очень востребованы у пожилых людей. Прежде всего компьютер, конечно, да, мастер-классы, лекции и встречи. Очень востребованы путешествия, занятия физкультурой, ну и патриотическое, когда воспитание, то совместное мероприятие с молодежью. Ну и за счет всего вот первых трех пунктов происходит, происходит, вернее, активизация потенциальных возможностей пожилых людей. Они начинают участвовать активно в жизни общества, чувствуют себя востребованными и начинаются уже, собственно, здесь инициативы, начинаются создания каких-то социальных проектов, объединения в группы. Тоже попозже об этом расскажу. Ну вот фотографии, значит, наших бабушек, которые, видите, объединяются в группы, учатся компьютерной грамотности. Вот вторая программа «Место встречи-диалог» — это помощь, ну, у нас вот из категории пострадавших в поселении и в окрестностях. Это бывшие малолетние узники, жители блокадного Ленинграда, жители оккупированной территории и дети войны. Ну вот здесь вот мы оказываем, начали как раз, когда развивать эту программу, мы начали заниматься оказанием социальных услуг. Потому что понятно, что эти люди уже в возрасте, им требуются немножко другие услуги, чем для активных пожилых людей. И мы начали создавать, поскольку мы в сельской местности, мы начали создавать команду волонтеров, которые помогают людям именно в сельской местности. Вот, ну вот эти вот люди, которые, значит, уже какие-то имеют сведения достоверно о Великой Отечественной войне, вот они как раз переживают за то, что молодое поколение сейчас совершенно не знает историю. И здесь они востребованы у общества, как носители этой информации. И сейчас попозже тоже расскажу об одном нашем замечательном проекте по сохранению истории по патриотическому воспитанию молодежи. Ну вот, для бывших малолетних узников, для этой категории людей, жителей блокадного Ленинграда, мы проводим вот такие физкультурные занятия по укреплению осанки и суставов в основном, значит, и занятия с психологом, когда поддерживается их психологическое состояние. Вы знаете, что в наше время это очень важно, да, мы два месяца сейчас были на самоизоляции, психическое состояние, конечно, сильно пожилых людей ухудшилось, сейчас мы его восстанавливаем. Ну вот, социальный туризм, да, что такое социальный туризм, это путешествие для пожилых людей совершенно бесплатно, да, на те средства, которые мы для них ищем, либо за символические деньги. Эту тему мы тоже сильно сейчас развиваем, и эта тема очень востребована. Ну вот, с молодежью тоже проводим мероприятия. Значит, немножко о наших проектах, да, когда пожилые люди начинают свою инициативу, мы это очень приветствуем. И, значит, мы поддерживаем эту инициативу. Вот, например, был у нас такой проект «Оазис», который, значит, из неблагоустроенной территории получилась очень хорошая, значит, территория с клумбами, которая цветет круглые, все лето, ну, весной и осень. Значит, вот у нас на фотографии инициатор этого проекта, Макарова Тамара. И все лето с привлечением, конечно, молодежи мы эту территорию благоустраиваем, за что имеем большой бонус у администрации. Социальный проект «Сохраним память», который родился тоже вот за счет того, что люди пожилые объединились и захотели сохранить память жителей поселения, которые что-то такое значительное сделали. Ну, вот мы установили, по нашей инициативе, вернее, не мы установили, по нашей инициативе была установлена доска председателю колхоза «Миллионера памяти дича», которого сейчас, конечно, уже не существует колхоза, я имею в виду. Вот, а память о Грибове, председателе колхоза, мы увековечили. И даже вот где он жил, вот этот переулок безымянный был назван именем Грибова, Грибовский переулок. И Кабачок, кстати, тоже его именем Грибовский назван, как мы узнали. Вот, ну вот еще один наш житель, Иван Петрович Максименков, который градообразующим предприятием руководил, Северским ремонтным заводом, и благодаря которому был построен весь наш поселок. Это вот пятиэтажки дома в центре Северской, в которых живут бывшие работники завода. Это тоже большое дело он сделал для поселка, и мы ему памятник такой вот сделали. Значит, ну вот самый главный наш проект, мы к нему пришли, я пришла к нему. Музей памяти. Вот этот товарищ наш, замечательный Валерий Семенович Саков, начал собирать коллекцию, которую он назвал «Вещи из блокадного Ленинграда». Вообще-то вещи войны подлинные, начал показывать, демонстрировать его во всех массовых местах, учреждениях, вести с детьми беседы. И это вылилось в очень большой, хороший проект, который мы назвали «Музей памяти». Мы занимались им с 2013 года, вот купили оборудование. Вот эту фотографию вы видите, значит, уже сегодня, потому что мы этот музей передали школе. Третьей школе, и теперь там, значит, музей боевой славы, созданный руками наших людей. Вот такой проект. Еще проект социальной гастроли по инициативе тоже наших пожилых девушек, пожилых женщин, которые пели в хоре. Значит, мы сделали такой проект, когда мы выезжали в дома временного проживания пожилых людей, дома для психонерологические интернаты, дома для проживания постоянного инвалидов и пожилых людей и устраивали там концерты. Значит, всю Ленинградскую область мы с этими концертами объехали в рамках проекта «Социальные гастроли». Мастер-классы мы делаем и в наших учреждениях, и в учреждениях для пожилых людей проводим мастер-классы. Вот это все делают пожилые люди, активные пожилые люди. Вот за счет этого происходит развитие в том числе нашей деятельности, нашей организации. Наша задача как руководство и моя задача как директора найти на все это средства, потому что мы живем только на то, что мы заработаем на те ресурсы, которые нам удастся найти. Так, как мы их находим, я вам расскажу. Ну вот, хотелось бы отметить важные моменты нашей деятельности. Вы понимаете, что 7 лет устойчивого развития организации – это здорово. А всего, значит, с начала нашей деятельности уже 9 лет, вот исполнилось 1 октября. То есть десятилетия нашей деятельности в следующем году мы будем отмечать. Ну, наша деятельность охватывает пока что Ленинградскую область. И в Санкт-Петербурге мы проводим тоже свои мероприятия. И вот здесь, когда мы что-то проводим, какие-то мероприятия на территории Ленинградской области, мы привлекаем ресурсы некоммерческих организаций Ленинградской области. Мы привлекаем волонтеров, привлекаем ресурсы кадровые этих организаций. И это важно – сохранить партнерские отношения с этими организациями, потому что когда они будут делать свои проекты, они будут нашими услугами пользоваться. У нас есть такое сотрудничество с семью, да, семь организаций у нас, вот, как бы, помогает друг другу. Это очень здорово. Вот. И за время деятельности нашей организации мы реализовали более 20 социальных проектов, маленьких, больших, на своей территории, на территории Ленинградской области, включая Санкт-Петербург, как бы охват такой есть. И вот сейчас мы переходим к источникам поддержки, да, какие источники мы привлекаем. Значит, это ресурсы нашего местного бюджета. Конкретно это, значит, мы доказали, что мы хорошо работаем, и нам удалось получить помещение для нашей деятельности в безвозмездное пользование. Это очень большое дело, да, когда помещение в безвозмездном пользовании. Здесь проходят наши мероприятия. Ну, вот по поводу помещений и поиска партнеров на местной территории, я могу сказать, что нам проще, чем в городских условиях. Почему? Потому что мы друг друга все знаем, да, и мы, я знаю администрацию, я знаю директоров школ лично, я знаю, там, предположим, директора спортивной школы, и это очень помогает, это очень нам помогает, потому что личные отношения, личные взаимоотношения, доверие – это очень важно. Ну, то же самое у нас в Гатчинском районе есть хорошая поддержка со стороны депутатов, со стороны администрации за счет личных таких контактов. Вот, мы подаем заявки на конкурс, на финансирование в область, в два комитета. Комитет по печати и комитет по туризму нас поддерживают. Ну, когда мы выигрываем на конкурсе, естественно, да, с нашими проектами. Ну, и несколько раз, три раза мы выигрывали президентские гранты по поддержке, вот как раз социальной гастроли был президентский грант по поддержке вот нашего такого хорошего дела, поездок с концертами по социальным учреждениям, организация досуга в социальных учреждениях Ленинградской области, Санкт-Петербурга и для организации центра по адаптации людей с ограниченными возможностями по зрению на базе Гатчинского отделения слепых. Вот, тоже такой хороший проект был. Значит, вот такие вот источники у нас. Ну, еще привлекаем ветеранов. Ну, сейчас вот подходим, значит, к третьему нашему ресурсу, очень важному в сельской местности. Вот, просто был такой вопрос, я прямо сейчас отвечаю на него, что как найти вопрос, я уже сказала, привлечения местных каких-то ресурсов, ну, финансовых тяжело, каких-то ресурсов местных, в смысле людских, и вот помещения проще у нас, да, в сельских поселениях тоже есть помещения, в которых могут заниматься пожилые люди и осуществлять свою деятельность, но нам труднее в сельских поселениях найти этих людей, да. Когда стал вопрос формирования целевой группы, мы столкнулись с такой проблемой. Увеличение количества участников проектов проходит очень сложно, и вот сегодня я могу с уверенностью сказать, что мы эту проблему решили за счет объединения ресурсов людских советов ветеранов поселений и сельских советов поселений, потому что мы смогли им показать, какую пользу это объединение приносит для наших людей. Почему их тяжело? Потому что каждый, ну, пожилые люди, своеобразные люди, кто с ними работает, и когда речь идет о том, что мы приходим на вашу территорию со своим проектом, помогите нам, то каждый старается свою территорию деятельности, не свою территорию как село, а свою территорию деятельности на селе защитить. Они говорят, ну, совет ветеранов в частности, да, мы здесь работаем, мы проводим мероприятия, зачем вы нам, вот такое вот есть мнение. Вот, и когда мы своими действиями, я не знаю, своими отношениями убеждаем этих людей, что это же хорошо, когда ваша деятельность расширится, мы не говорим, что мы с нашей деятельностью приходим на территорию, мы говорим, ваша деятельность, мы просто вам поможем расширить вашу деятельность. И вот тогда нас понимают, вступают в наши ряды, так скажем, да, вступают с нами в партнерские отношения, и мы делаем мероприятия. И дальше уже, дальше уже проходит время, когда получаются какие-то результаты, да, это вот деятельность проекта какой-то имеет срок, там год, я не знаю, наверное, обычно, там полгода-год. И вот через эти полгода-год мы начинаем оценивать результаты нашей деятельности, совместные в этом проекте. И тогда, естественно, мы видим, как изменились наши люди, что им принесли наши действия. И вот здесь вот образуется какое-то доверие, и дальнейшее сотрудничество только крепнет. Вот важны очень партнерские отношения, долгосрочные партнерские отношения, которые мы создаем, мы их сами создаем. Это отношения с организациями узников, с организациями блокадников, потому что сейчас они немножко все объединяются под гидой Совета ветеранов, а раньше это все были разные организации, и между собой они не дружили, иногда даже воевали. Ну, в общем, сейчас мы вот, во всяком случае, в тех поселениях, в каких мы работаем, это около, не знаю, 5-6 поселений сельских, которые окружают сиверское городское поселение. У нас городское поселение, ну, тоже село. Вот, поэтому поселок, вернее. Поэтому вот мы можем с уверенностью сказать, что такие партнерские отношения на селе очень помогают как-то сохранять здоровье и повышать качество жизни людям, которые там живут. Сегодня люди на селе тоже изменились, они видят информацию, видят, что происходит в Москве, да, вот эта программа «Активное долголетие» очень классно в Москве работает при поддержке правительства, да, они видят, что и в Санкт-Петербурге, они общаются с питерскими людьми, пенсионерами, где тоже бесплатно для них много всего делается, организуются досуговые центры, проводятся лекции, там, занятия по танцам, хор и так далее, так далее, и они уже тоже хотят быть активными, заниматься в кружках, получать какие-то знания, учиться компьютерной грамотности. Это все очень востребовано. Вот, очень важный момент привлечения волонтеров. Это момент сложный и очень важный, особенно молодежи, потому что у нас есть опыт привлечения школьников. Школьники где-то могут работать год волонтерами, не больше, потому что они вырастают, у них появляются свои запросы, время меньше, 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 и, в общем, их можно привлекать только на какие-то акции такие разовые, да. Самые, по нашему мнению, самые главные, самые наши любимые волонтеры – это вот активные пожилые люди, да, и прежде всего – это члены Совета ветеранов, которые сознательно идут на эту работу и сознательно ее выполняют. Так, переходим к следующей большой такой работе нашей, да, и нашим планам, и нашим, как бы, перспективам. Значит, мы работали в 2017-18 году по 44-му федеральному закону, значит, исполнителями контрактов, заключали контракты и выполняли работу по социальному обслуживанию населения. У нас был опыт, да, я говорила, что с узниками и блокадниками мы работали, вот, и вот мы попробовали участвовать в аукционах на площадке Сбербанк, да, аст, по-моему, так называется, если я не ошибаюсь, у нас был специальный человек, без него не обойтись, который, значит, работал на этой площадке профессионал, значит, ну вот искали мы эти контракты, значит, искали эти конкурсы, заявки, выигрывали их, и вот три хороших контракта у нас прошли, да, в контакте с Центром социального обслуживания, они все осуществлялись, Гатчинского района, вот, и оказывали комплексы услуг, значит, пожилым людям. Ну вот картинки из этой темы, да, где у нас, кстати, не запрещает закон, и в положении контракта прописано, что мы можем для этих, выполнения этих услуг привлекать пожилых волонтеров, поэтому мы их активно привлекали. Вот здесь пример, как пожилая наша волонтер Галина Глебовна и девочка молодая Ира, вот они ходили, оказывали в том числе психологические услуги пожилым людям, вот, и как по отзывам, значит, пожилых людей, которых мы обслуживали, им понравилось наше обслуживание тем, что мы не бежали вперед, как социальные работники, да, потому что у них большая нагрузка, у нас нагрузка поменьше, поэтому мы могли с ними спокойно посидеть, побеседовать, и это очень нравилось. Ну, результаты нашей деятельности, да, по результатам, значит, мы, как мы оцениваем результаты нашей деятельности? Конечно, мы проводим опрос, мы ведем книгу отзывов, мы, книгу отзывов, кстати, не любят все писать, их приходится заставлять, но, тем не менее, результаты есть, да, и отзывы мы получаем. Вот, проводим анкетирование, в том числе с помощью Форда КАФ, от которого мы получаем деньги, да, вот КАФ, он является оператором фонда памяти ответственности будущей немецкого, о котором я уже упоминала, значит, вот они очень любят немцы анкетирование, это бывает раз, два раза в год, мы этими анкетами, когда их собираем для фонда, конечно же, пользуемся, делаем оценку своей деятельности, и вот мы видим, что за те годы, которые мы работаем с пожилыми людьми, происходит повышение уровня социально-психологического благополучия пожилых людей, активное долголетие поддерживается, и сейчас у нас очень много участников, с которыми мы начали работать, они никуда не уходят, они остаются им за 80, и они себя чувствуют достаточно благополучно, активные, позитивные, и принимают в том числе активное участие в жизни местных поселений, да, своих поселений. Повышается сама оценка пожилых людей, то есть они уже ставят себя в обществе и в семье, самое главное, совершенно по-другому, их начинают ценить, в том числе родственники, молодежь, вот, ну и еще очень важный момент, когда люди в поселениях общаются между собой, да, за счет того, что они изучают компьютерную грамотность, у нас есть группы ВКонтакте, да, есть группа нашей организации, есть группа, другие группы пожилых людей, и вот этих групп очень много, и вот все, кто подписывается на эти группы, получают массу информации от того, что происходит в других поселениях, в том числе, когда мы едем по Ленинградской области, мы всегда встречаемся с пожилыми людьми, с обществами пожилых людей, поэтому вот за счет этих контактов тоже растет и кругозор, и, в общем-то, люди становятся совершенно другими людьми. сельские, я имею в виду, люди, что очень важно, они становятся другими людьми за счет расширения своего круга общения. Вот, и вот опять же вспомню наши сложные, да, месяцы, когда была самоизоляция, вот это очень выручало, да, общение, компьютерное общение в социальных сетях. Я обо всем рассказала коротко, а не обо всем, сейчас еще скажу, о чем, о чем хочу еще сказать. Значит, я расскажу про наши перспективы, да, вот когда мы вот эти контракты исполняли, мы поняли, что мы готовы вступить в реестр поставщиков социальных услуг, потому что, ну, в общем, подготовлены мы сегодня, хотя раньше нас останавливало то, что это все-таки большая ответственность, да, большая ответственность, работать должны специалисты, особенно это касается бухгалтерской отчетности и ведения документации, поэтому, а специалисты, вы понимаете, требуют оплаты, поэтому вот на сегодняшний день мы решили, что мы будем вступать, у нас все для этого есть, все предпосылки, в реестр поставщиков социальных услуг Минградской области, да, Комитет по социальной защите населения подадим заявку, и вот если нам эту заявку одобрят, мы вступим. Да, мы уже подали заявку, значит, фонд президентских грантов на вступление в реестр поставщиков общественно полезных услуг, да, кто вот смотрел услуги, которые относятся к общественно полезным, это тоже вот как раз услуги, которые мы делаем, да, там есть перечень услуг, вот, и вот кто выигрывал когда-то президентский грант в течение последних двух лет, лет осуществлял, вернее, не выигрывал, а уже как бы сдавал отчеты, и они были одобрены, то есть выполнял проекты с помощью финансирования президентского гранта, те могут подать заявку и через Минюст их включат в реестр поставщиков общественно полезных услуг. Ну вот, все, теперь наши контакты на экране. Благодарю вас за внимание, готовы ответить на ваши вопросы. Да, пожалуйста, задавайте вопросы, или вопросы можно писать в чате. Вложилась я в регламент, но даже меньше. Сколько у вас проектов сейчас вот параллельно идет, можете сказать? Или у вас один заканчивается, следующий? Я могу, параллельно, вот сейчас у нас кучка, да, такая сложилась, у нас четыре сейчас проекта параллельно идет, я это не очень люблю, когда много, но вот нас уже просто просят, да, Центр социальной защиты, наши партнеры попросил продвинуть этот проект, я говорила, для слепых людей, вот, наш проект идет, да, место встречи, диалог, вот эта программа, и два маленьких еще проекта, короткосрочных совершенно по социальному туризму и по патриотическому воспитанию молодежи. Я ответила на ваш вопрос. Да, спасибо, спасибо большое, сколько у вас? Обычно два проекта, параллельно два проекта мы делаем, не больше. Вы сами пишете заявки на финансирование, я почему спрашиваю, потому что вот мы в Архангельской области активно работаем с сельскими территориями, и в том числе консультируем и обучаем по написанию заявок на грант, это такое дело очень сложное, вот, и я, да, да, я вот хотела спросить, как вы сами пишете, есть у вас писатель в проектах, в организации, кого-то привлекаете со стороны? Нет, я сама пишу, значит, у нас есть еще человек, которого я научила, и как бы мы вместе, можно сказать, так пишем, да, он пишет, я его как эксперт уже потом правлю, вот, и есть у нас еще в Гатчине наш партнер в Центре социального обслуживания, да, тоже человек с опытом, он тоже нам помогает писать проекты, вот, именно для инвалидов, да, по зрению. То есть, ну, это можно сказать, что это сотрудники нашей организации, мы пока никого не привлекаем извне, наоборот, нас просят все время помочь кому-то написать. Понятно, спасибо. Вот вопрос в чате поступил, как вы стимулируете волонтеров серебряного возраста? Правильный вопрос, спасибо. Я просто это немножко не сказала, должна была сказать, да, что для волонтеров серебряного возраста очень важно, когда их где-то отмечают, да, для этого мы пользуемся вот этим ресурсом тоже, значит, первое, контактом с администрацией, с администрацией, да, когда на всех наших праздниках мы просим отметить наших пожилых людей, значит, здесь им, вот, был день пожилого человека, последний пример скажу вчера, да, был большой у нас, как сказать, презентабельный праздник в юбилейном нашем культурном центре, и там мы подавали заявку и наших людей грамотами награждали, подарками ценными, вот в таком, да. Значит, что касается нашей организации, значит, мы организуем экскурсии, прежде всего, бесплатные для волонтеров, им это очень нравится, и тоже организуем праздники за свой счет, вот это угощение, да, там, чаепитие, какие-то большие праздники, Новый год, огоньки организуем, ну, вот таким образом, то есть для пожилых волонтеров это очень хорошо. Еще у нас было обучение, да, у нас есть такой серебряный возраст организации в Санкт-Петербурге, которая вот как раз привлекала, обучала волонтеров и устраивала для них тоже такой вот праздник, как поездку на пароходике по Финскому заливу, тоже очень нашим понравилось все волонтерам, то есть вот таким образом пожилых волонтеров мы поощряем. Спасибо, спасибо, вот тут комментарии в чате, отличная инициатива, многие маленькие поселения могли бы тоже применить ваш опыт. Спасибо. Да, еще какие-то вопросы, коллеги, пожалуйста, задавайте. Ну, я не вижу больше вопросов, Любовь, я хотела бы вас поблагодарить, очень интересная презентация, очень важно то, что вы объединяетесь с другими организациями, потому что вот такое количество преимуществ, которые есть в объединении, конечно, организация не может иметь, работая одна, да, это объединение ресурсов разных, причем материальных, нематериальных, финансовых ресурсов, ну и, конечно, это объединение опыта, интеллекта, эмоций и многого другого, что помогает работать эффективно и охватывать разные целевые группы и помогать большому количеству людей. Я вас благодарю, мы очень рады будем, если вы когда-то примете участие в наших мероприятиях очно, когда мы будем их организовывать, когда закончится этот безумный карантин, вот. И я хочу сказать участникам, что вы сможете получить запись этого вебинара в течение примерно суток, ну, может быть, сейчас выходные в понедельник, а также ссылку на форму обратной связи. Пожалуйста, заполните форму обратной связи, в принципе, если у вас возникнут какие-то комментарии, дополнительные вопросы, вы там можете их указать, мы обязательно адресуем их Любови, и также вы можете распространить ссылку на запись этого вебинара среди ваших коллег и других заинтересованных лиц. И хочу напомнить, что следующий вебинар состоится 8 октября, в четверг. Это вебинар будет о финском опыте поддержки детей, семей, оказании различных услуг разным группам детей, разным группам семей. Поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь, участвуйте, рассказывайте другим о том, что можно участвовать в таком вебинаре. И чтобы стать участником, снова нужно зарегистрироваться на нашем сайте в разделе «События» 8 октября в 13 часов, по-моему, как раз будет вебинар. А так, спасибо большое всем, всего доброго, Любовь, удачи вам, успеха и крепкого здоровья всем вашим коллегам и вам лично. Спасибо за такой хороший отзыв. Мы будем рады, если...